приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня посадка лука я посмотрела прогноз погоды движется холод поэтому я решила в козероге высадить озимый лук высаживаю сэншой купидо и вот еще у меня тут еще в общем я понемножку взяла да вот сэншой он не очень удачный в этом году крупный сильно но он мне нравится все равно его посажу мне нравится тем что нету вот этих стрелок и он именно зимы выходит и концу мая в июне уже такие хорошие молоденькие красивые луковицы очень сладкие вкусные что для этого я делаю у нас вот смотрите здесь участок и здесь же между где именно ряды сада здесь посеяна масленичная редька она еще будет расти почему я между рядами вот так вот оставляю высаживаю все здесь и вот чеснок уже посажен озимый и лучок почему потому что это тоже утеплитель своеобразный если будет сильный холод а у нас менее ледниковый период поэтому я готовлюсь все равно к этому и мало того там вот через четыре ряда получилось у меня масленичная редька и четыре ряда ржи рожь высокая если сильный ветер холод она тоже будет ну что я делаю я обязательно использую для того чтобы посадить вот такую вещь это открытие этого года еще его мало кто использует но у нас по крайней мере измаель появилась мне очень понравился результат ну вот я это развожу и в данном случае я делаю ямки и сюда три ложки уже с литровой банки вот проливаю видите цвет такой вот светло-коричневый получается проливаю здесь я уже сделала давайте здесь покажу вот новенькая новенький рядочек вот чтобы видно было вот проливаю почему я проливаю в прошлом году я не проливала так и дождей не было вот и только летом был один дождь когда уже созрел и чеснок и лук поливы потом уже вначале нельзя никак организовать потому что то холодно то не видно когда взошел когда взойдет поэтому я поливаю и затем меня снова же осталось вот сейчас мешаю один к одному мясокосная мука и рыбная мука и буквально вот так по чуть-чуть вот видите просыпано и по чуть-чуть просыпаю просыпала но а тем временем за полчаса до посадки я вот этот лук именно тоже фитоспорин он темный цвет видите какой темный я не жалею и не волнуюсь потому что фитоспорин это природные как раз организмы которые при минусе они засыпают а когда уже есть температура 20 даже не 20 там идет 14 градусов просыпаются начинает размножаться и съедать споры грибковых заболеваний я смотрю что очень много я покупала лук он имеет вот такие вот такие то не очень хорошие вот эти укрытия год такой был привезли этот лук оттуда где были дожди поэтому здесь споры грибковых заболеваний естественно есть я не боюсь в густое вот такое залила засыпалась залила вот этот лук и вот он я думаю сейчас плюсовая температура думаю что нормально он поработал фитоспорин плюс здесь же у нас и 90 элементов различных микро макроэлементов и минералы и как раз насытила луковицу и теперь почему так спокойно что вот такой густой потому что я как раз буду высаживать уже в пролитую землю вот почва я сейчас показываю как я это буду делать вот сейчас уже вот тут водичка у нас вошла в землю вот смотрите и тут же посажу значит глубина лунки у меня где-то получается сантиметров в пять вот я немного ставлю вот расстояние между луковицами желательно вот здесь где-то сантиметров 10-15 так как ряды друг о дружке далеко вот я высаживаю так вот примерно уже знаю что у меня вот такое расстояние нужно высаживать зимой лук и вот так его высаживаю весь лучочек он себе спокойно успеет земля мокрая начнет укореняться и к морозам которые все равно будут никуда не денется эта погода меняется и сатурн и плутон там в январе сразу же начинают такую важную работу по охлаждению земли поэтому вот здесь как раз они прекрасно эти луковички укоренятся и в зиму войдут вот в этих междурядях масленичной редьки нормально и вот закрываю вот таким образом вот то что у меня осталось вот я делала луночки и закрываю оно всядется и тогда будет очень хорошо получается что получается произойдет зимой они еще подрастут хотя дождей нету но они все равно может где-то что-то все-таки перепадет вот они закроют листьями своими и у нас будет теплое такое одеяло для лука и других растений которые высаживают и будет как раз закрыто все у нас и будет нормальность перезимуется и к весне луковицы как раз сформируют хорошую корневую систему и эта корневая система как раз позволит потом в быстрые сроки вот так прекрасно вот так получить нам ранний урожай лука вот так я буду сейчас весь лук высаживать замачивать лунки мясокостная и рыбная мука и фитоспорин и вперед и все нужно успеть сегодня посадить ну а мы раиса горяченко и александр волик подготовили для вас это видео ветер холодно но надо обязательно посадить все сделать для того чтобы в ноябре месяце вторая половина ноября уже будет очень холодно в огороде уже не походишь и так с водой не поработаешь и эффекта от фитоспорина будет естественно меньше но сегодня все это прекрасно получается всего вам доброго удачи у нас впереди посадка еще и лука и чеснока удачи